Добрый день! С вами Лаврентиева Анастасия, и мы снова поговорим об астрологии. И не только. Обсудим мегаэнергетическое соединение двух сильнейших янских планет. Соединение Солнце-Юпитер 12 апреля 2023 года в 22 градусе Овна. Эта конъюнкция зарядит нас на год. Две янские планеты, подразумевающие экспансию, решительные действия, и это всё в боевом огненном Овне. По Овну это головная боль, война или духовный прорыв. Давайте разбираться. Это очень важно. Юпитер – пятая планета от Солнца, самая крупная в Солнечной системе планета, планета большого счастья. Астрологи называют этого Юпитера. Юпитер в то же время счастье не просто нетварное, непримитивное, земное, как у Венеры. Это счастье от воссоединения человека с его высшей ипостасью. Это истинное счастье. Значит, это будет прежде всего о духовном. По карте вот этой конъюнкции мы сможем понять, каким образом мы будем расширять своё мировоззрение. То есть, я прозреваю, как мы будем говорить, положение этой транзитной парочки в вашем Натале покажет, где либо вы, либо вас. Конъюнкция Солнца-Юпитер усиливает импульс энергий планет. Безусловно, Солнце будет высвечивать и низшие проявления, то есть на уровне Муладхары, то есть это принципы Юпитера, то есть это эгоизм, самомнение, чрезмерный оптимизм по тому дому Натала, куспит которого в стрельце или в рыбах. Но это приведёт только к хаосу, поэтому мы будем стараться довести его до максимально высшего уровня, то есть до уровня Сахасрары, коронной чакры. Нам важно сейчас использовать удвоенную энергию в максимально гармоничном, и мы бы сказали экологически безопасном, русле. Поэтому погружаемся во внутреннюю тишину, гармонию и задаём себе высшим туда вопрос. Кто я? Куда я иду? Какую выгоду получает моя душа и как она развивается? Какую пользу я принесу человечеству? А что дух? Спит ли он? Стух ли он? Это очень важно, такая вот именно сейчас перекличка. И, конечно, мы пишем планы. Юпитер, помним, приумножает то, что есть. Желательно, чтобы духовные и материальные цели были как минимум в равновесии. Желательно всё-таки повышаемы духовно, и вы потом поймёте, почему я так на этом делаю акцент. Смысл соединения Солнца-Юпитер – прийти к пониманию того, что в жизни главенствующими являются высшие ценности, и уйти от низших октав звучания, потому как это всё очень сильно чревато, плохо может закончиться. Что же в нашей с вами карте по вот этой конъюнкции? Карта, как вы уже понимаете, как по традиции, сложная. Конъюнкция находится ещё и, ко всему прочему, в ауре неоднозначного солнечного затмения в день рождения фюрера. И мы вообще обсуждали с вами вот этот коридор затмений. Там много над чем нужно потрудиться. Юпитер и Солнце, конечно же, это про власть, про законы. Сатурн в соединении со звездой Фомальгаут – это звезда находится на оси власти. То есть вот такой вот звёздный мердиан, подразумевающий объединение духовного и мирского через власть имущих. Но в Овне, понимаете, у нас эта конъюнкция. То есть возможно, что это будет происходить всё насильственно, но это будет означать, что высшие силы протягивают нас таким образом, куда-то, к какой-то конечной цели. Поэтому нам нужно самим будет проявлять усилия, чтобы нас не протягивал никто, даже пусть это будут и высшие силы. Более того, смотрите, Сатурн в рыбах, он показывает, что он показывает? Он показывает нам наши самые чёрствые пласты нашего сознания. Значит, в рыбах это действительно нам будет сложно. С духовностью нужно будет работать. Да, да. Через пару часов буквально после точной конъюнкции Солнце окажется в разрушительном градусе Овна в 23-м. То есть оно фактически будет в соединении ещё несколько дней, а тут буквально через пару часов. То есть это про что? Это про то, что нам предстоят испытания. А что Луна в мунданной астрологии, которая народ, Луна при этом в Козероге, в этом снежном, холодном Козероге. Она высвечивает дом Натала, где наше залипание. Она находится в градусах Каляды, то есть это первые градусы Козерога. Это когда только-только народился дух, но он ещё слаб и нужны наши усилия. Значит, нам потребуется духовность и сильный стержень, и спасение утопающих, делая рук самих утопающих. Сочетаются Солнце и Юпитер как две коронованных особы власти мущих. И в то же время Солнце – это символический отец, а Юпитер – это закон, закон Божий в первую очередь. То есть это про что? Это про воспитание, про взращивание морально-нравственных основ и потом трансляцию вот этого всего в политику, на социальный уровень и на личном уровне, и на государственном. То есть уловите вот этот момент. И тут мы остановимся и зададим себе вопрос, а как мы воспитываем своих детей? И воспитываем ли мы их в этом хаосе в принципе? Мы же помним библейскую притчу о том, как был утрачен ковчег Божий в результате неправильного воспитания детей первосвященника Илии. То есть, казалось бы, первосвященник – это же тот, кого Бога поставил управлять народом, и вот он воспитывает детей неправильно. То есть помрачение на каждом уровне возможно. Я напомню, Илий был священником и судьей в Израиле, и он занимал самое высокое и ответственное положение. Его власть была более чем велика, то есть он и священник, и судья. По идее, он был образцом для всех и имел огромное влияние на все израильские колена. Но хотя он и был избран править Израилем, он не управлял своим собственным домом. Илий оказался слабохарактерным отцом. Любя мир и покой, он не пользовался своим авторитетом для исправления дурных привычек и наклонностей своих сыновей. Вместо того, чтобы бороться с их нравом, наказывать их, он подчинялся их воле и предоставлял им полную свободу действий. Вместо того, чтобы отнестись к воспитанию сыновей как к одной из самых важных своих обязанностей, он придавал этому мало значения. Как священник и судья Израиля, он не мог не знать принципов воспитания детей, которых Бог вверил в его попечение. Но получается, что Илий уклонялся от этой обязанности. Часто мы забываем в беге во внешний мир и даже делании там многого о своём первостепенном семейном воспитании. И почему Илий ещё уклонялся от этой обязанности? Потому что это противоречило бы воле его сыновей. Он хотел быть хорошим. И это вынудило бы его наказывать, их ограничивать в чём-то. Нужен стержень. Получается, его не было у Илия. Не задумываясь об ужасных последствиях своего поведения, он разрешал своим детям делать всё, что бы им не захотелось. И пренебрегал воспитанием их для служения Богу и выполнением жизненных обязанностей. Развратившиеся сыновья в итоге совершали грех за грехом. А ещё и ко всему прочему они отвращали от Господа народ. Жертвоприношения, которые забирали себе эти сыновья, их сейчас можно сравнить с сегодняшней, например, помощью из Европы и США. Это про коррупцию, это про закупки на фоне войны золотых яиц, бракованных бронежилетов, про контракты, про обворовывание народа. И про наше с вами обворовывание своих детей вниманием в том числе. Сыновья Илия не служили Господу и народу. Они служили мамоне и тенденциям модным. И тем самым они совершали, как говорит Библия, отвратительные дела. Илий допустил большую ошибку, позволив своим сыновьям совершать святое служение в Скинии. Он оправдывал их поведение тем или иным способом, под тем или иным предлогом допускал их. И закрывал глаза на всё это. То есть он перестал в какой-то момент замечать даже все эти грехи, которые творились у него буквально под носом. И тогда Бог взял это дело всё в свои руки. Пришла война страшная в этот народ. Израиль, конечно же, в этой войне потерпел сокрушительное поражение. Оба сына Илия погибли. Ковчег Божий попал в руки врагов, потому что недостойны были. Конечно, узнав об этом, Илий тут же умер. Филистимляне смогли одолеть Израиль, потому что рыба гниёт с головы. Первосвященники, судьи оказались слабы духом и своим поведением, поступками лишь отвращали от высших целей Господа. Так войной и захватчиками святынь Господь покарал павших и развратившихся священников-судей. Первосвященники Илий и его сыновья умерли, а кара в итоге легла и на весь роды. И на очень долго. Понятно, что филистимляне долго не радовались, и Господь покарал их тоже. Они покрылись язвами, но они вовремя поняли, что совершили нечто ужасное и вернули обратно евреям ковчег. Но это другая уже немножко история. Понятно, что святыни будут там, где они должны быть. Но иногда мы должны прозреть, что же происходит, если святыни вдруг куда-то уходят. Что же происходит, если мы не занимаемся своим нравственным воспитанием и детей своих не приучаем к порядку. Вот об этом соединение Солнца-Юпитер в Овне. Головой надо подумать, куда мы пробуждаемся. Мистерия соединения Солнца-Юпитер в Овне приблизительно вот об этом. Проанализируйте тщательно дом Натала, куда попало это соединение. Тут нужно повысить ответственность и исправить ошибки. Там, где транзитный Сатурн, там испытания и проверка на стержень. Изучайте Натальные карты, пишите письменно. Всё понятно, всё, что я говорю, просто нужно вникнуть. Сатурн в квадрате к Венере. Хотелки против Божьего закона. Приблизительно, но нам надо проявить силу воли и обуздать это, страсти свои, мордасти обуздать. Венера находится 0 градусов близнецов, то есть она охватывает телец, мега насыщенный, хотение и близнецы. Фигуры тут, фигуры там, и нашим, и вашим, и немножко католическое, посидим на стульчике, да, и немножко вроде бы как бы православное. Ужас ужасный на самом-то деле. Невзгоды и нужда бездуховности на таком аспекте. Жадность, ревность, эмоциональные перепады, над этим надо работать. Ещё раз, квадратура, это про усилия. Нет усилий, ну, пеняем на себя. Секстиль Нептун-Плутон, я напомню, до 2038 года, про духовное пробуждение цивилизации. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится, давайте не будем до этого доводить. Марс в раке, энергию направить на воспитание детей, на семейные ценности, традиции, на проработку страхов, психоэмоциональной неустойчивости и так далее. Угроза детям, да, но она может быть и непрямая. Помним, где наше внимание, там и энергия. В дом, в семью, детям год надо уделять. Внимание, это же аспект на год. В духовно-нравственное пробуждение, на развитие духовной интуиции. Марс указывает, куда мы направляем энергию. Он вот прямо указкой говорит, вот туда. Вот туда мы направляем энергию. Мы говорили рак, это не вот эти, самовэмпиризм, да, а именно на пробуждение духовной интуиции. Лилит во льве про чёрствое сердце, гордыню, безответственность. Про власть имущих, лев это власть, не заботящихся о народе. Но это же наша карма, наши сливки общества, понимаете? То есть вот эта вот, та часть айсберга, которая над водой находится. Луна народа в козероге, затянем по ту же пояса товарищей. Да, сложно очень. Но опять же, это про выдержку, понимаете? То есть здесь иногда нужно, иногда нужно. Замороженное материнство по козерогу, луна, да. Скудное питание, тяжёлые условия, эмиграция, ну, если нету вот этой осознанности. Марс в раке, луна в козероге. Голод, да, может быть. Но самый страшный голод, духовный, это надо себе записать. И именно поэтому в результате духовного голода и утеряны были дары Божии, ковчег и так далее. Значит, будем прорабатывать всё это. Луна в козероге высвечивает слабый стержень, то, где нет фундамента, то, где нужно проявить силу воли. Смотрите, где, в каком доме Натала у вас первые градусы козерога. В центре цепочек управления Нептун, божественное, творческое, это про милосердие и про то, что все дети Божьи, и надо молиться за спасение души всех. Также в центре цепочек управления Меркурий и Венера. Наши мысли, напомню, формируют будущее. Мысли каждого, правильнее сказать, качество мыслей, это, конечно, и про самообразование, и про систему ценностей. Поэтому берём на себя ответственность. Луна в козероге про то, что мы не умеем брать эту ответственность на себя, но уже пришло время. И Овен, он про то, как мы умеем отрезать, принять, покаяться и отрезать. Очень важно качественно проработать этот аспект и избавиться от вот этого гниющего в себе. Бабахнуть может очень сильно на таких аспектах. Не просто так я притчу рассказала. Исследуйте свои натальные карты. Что было в предыдущие такие конъюнкции в Овне, кстати, тоже, наверное, имеет смысл вспомнить. 2011 год, теракты, землетрясения, авиакатастрофы. И очень интересный момент был такой, что символическое выстраивание вертикали тогда произошло. 5 апреля с космодрома Байконур был запущен космический корабль «Союз ТМА-21» Юрий Гагарин. Экипаж старта – Россия и США. Запомним этот момент. И да, и, кстати, именно тогда состоялась премьера «Игр престолов». То есть вот она, королевская чета. В 1999 году беспредел НАТО в Югославии. Кто не хочет это видеть, тот это должен увидеть. Путин в 1999, кажется, пришел. Ураганы, взрывы, авиакатастрофы. 1987 год, Маргарет Тэтчер в Москве, Великобритании. Взаимодействие с СССР и США. То есть опять вот они, королевские сочетания. 1975 год, Билл Гейтс и Пол Аллен основали компанию «Майкрософт» на очень крутых аспектах. То есть, понимаете, здесь про далеко идущие планы и про такие договариваемости. Что в итоге мы видим? Я еще раз. Контакт двух тяжеловесных королей и высокие перспективы. Нам надо этому соблюдать. Мы будем наблюдать и соответствовать. Кто срезонирует с этим аспектом? Те, у кого в Наталии есть такая конъюнкция, причем неважно в каком знаке. Это резонанс. Те, у кого в Наталии в 22 градусе, плюс-минус 5, можно спокойно брать, кардинального креста, то есть это овен, весы, козерог, рак, планеты и значимые точки гороскопа. Те, кто родился в районе 12 апреля, плюс-минус 5 дней, можно спокойно брать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь этим роликом, чтобы нас осознанных становилось больше, правподобайки и нравлики, не забывайте тоже. Пишите мне в личку в Facebook, будем вместе разбирать ваши натальные карты, вместе исследовать предназначения и кармические долги. Особенно в таком сложном коридоре затмений надо поработать. Почитать наши разборы очень рекомендую и в Instagram, и в Telegram, пусть это будет дополнительный наш канал. Скачивайте наш астрологический календарь на 2023 год. Скачивайте и календарь ингрессий планеты до 2023, до 2030 года и прозревайте, как это всё происходит. Ссылки и реквизиты вы найдёте в описании к этому ролику. Что же, будьте умничками, с верой в вас и любовью. Ваша Настя, ваша Настя из Одессы. Пока-пока!